Можно спросить, вы сказали о том, что 10 лет посвятили сферотике, и потом сменили вектор, направление. Да, было такое. Какой вектор? Ну, я бы сказал так, вообще в моей жизни каких-то резких перемен векторов движения было как минимум два. Первый, это когда я пришел вообще в магию, начал я с того, что я учился в математическом классе, и математика мне даже нравилась. У меня там прям был открытый путь в технический вуз. У школы был прямой договор с Ленинградским авиаприборостроительным институтом, тогда он так назывался, сейчас Академия аэрокосмического приборостроения. И мы могли по результатам экзамена нашего школьного сразу в институт. И думаю, ну, идея неплоха. И мы уже высшую математику, институтскую часть и программу начинали в школе изучать, и мне прям шло хорошо. И бывали такие интересные состояния, что вот я там сосредотачиваю внимание на решении, раз какая-то там, какая-то музыка даже где-то слышна, то ли, ну, я так это тогда еще не особо в эту тему в мистическую был погружен. И раз, понимание приходит, как вот это все сделать. То есть прям такие медитативные были состояния. Вот. А потом раз, когда пришло время поступать в институт, раз и выключилось. Я сосредотачиваюсь, а не могу войти в это состояние и не понимаю, что за формула вообще, что такое. Еле-еле сдал экзамены, все-таки там на упорстве поступил. Вот. И чем дальше учусь, тем больше ощущение бессмысленности вообще всего этого занятия. Значит, что я здесь делаю, зачем я сюда пришел. Вот эта вот идея, что я иду заниматься практичным делом будущего, программированием, математикой, исследованием. Думаю, что-то в этом нет смысла никакого. И ушло вот это состояние, из которого я понимал математику. И из которого она мне нравилась. Вот. Ну, я там как бы на сверхусилии сдал с третьего раза сессию на тройке. Первую. Вот. Ну, а вторую я уже не сдавал. Я уже прочитал книжку по магии. Вот. Потому... И, в общем, было ощущение полной утраты смысла. Иррационально это не объяснить. То есть, я там ни с кем не ссорился в этом институте. Я не считаю, что математика плохая и так далее. Но вдруг раз, и все. Состояние другое, и я не могу этим заниматься. Ну, когда я прочитал вот «Бешеную скачку на бледном коне», это книжка Бориса Моносова. По-моему, одна из первых, если не сказать вообще самая первая, которая была выпущена в Советском Союзе. Вот. Нашел ее в библиотеке. Детской. А, нет. Там в одном здании была и взрослая, и детская библиотека. У нас... У нас... Ну, там не помню даже, какой это был раздел. Я искал литературу для какого-то там... Ну, какая-то, да. То есть, вообще искал литературу для реферата какого-то институтского. Это я готовился ко второй сессии, вот, учился, и думаю, надо почитать что-то вот, чтобы доклад там какой-то написать. Ну, взял я там одну книжку, раз, смотрю, ищу какая-то книжечка там. Даже не помню из какого раздела, она оказалась почему-то рядом. Я взял, ну, да, давай тоже возьму. И я ее прочитал, и возникло у меня просто как некий такой инсайт. Ну, написана она как фантастическое произведение. Вот. И было вдруг понимание, что вот это реальность. Вот тоже, как у меня выключилась математика, так вдруг у меня включилось какое-то другое состояние, из которого я понял, что магия – это существует она. То есть, это было само собой. И вот этот вот человек, который написал эту книжку, он действительно может, что он не просто писатель-фантаст. И возникло у меня желание как-то вот с ним найти контакт. Но где он, кто, непонятно. То есть, книжка, она могла быть выпущена. То есть, автор может жить где угодно. В России, может, и вообще не в России. Вот. Я позвонил, ну, я там позвонил в издательство. Оказывается, он живет рядом со мной. Вот, в Питере. Недалеко, то есть, далеко ездить не надо. И я собираюсь уже ему звонить, и тут вдруг на меня нападают сомнения. То есть, а вдруг я буду идиотом выглядеть. Вот, человек, ну, это как, в какой-то момент я себя почувствовал, вот, как если бы я позвонил Джоан Роулинг и сказал бы, хочу в Хогвартс. Вот, вот, то есть, вот так примерно я себя вдруг почувствовал, думаю, а вдруг это все глюки мои. То есть, а в какой-то момент наплевал, думаю, ладно, буду выглядеть дураком, мне без разницы. То есть, и в итоге я позвонил Борису Моносову, мне дали, дал его телефон, кто-то из издательства, не помню, какой-то человек. Я ему позвонил, говорю, мне нужен автор. Говорит, ну, мы там каким-то первым встречным телефоны авторов не раздаем, а что вы от него хотите? Я говорю, у меня есть несколько вопросов по книге, у меня книжка его очень понравилась. Говорит, ну, ладно, вот вам телефон, но вы не говорите, что это я вам сказал. Ну, вот, в итоге я позвонил ему и говорю, вот, хочу обучаться магии. Вот, какое-то молчание на том конце провода. Говорит, это не так-то просто. Я говорю, ну, я согласен. Говорит, хорошо, приходите там туда-то. А оказывается, он как раз начинал только набирать вот эту школу магии Атлантиды 20 с лишним лет назад, 24 года назад. Там были как раз одни из первых курсов, которые, кстати, очень сильно отличались от тех, которые были потом. Вот, тогда еще арканов не было, так вот, как раньше, как вот сейчас это активно там работается. Вот, на моей памяти вообще очень много, ну, как, многое поменялось в способе обучения там и в подходе. Хотя вектор в целом примерно один, но вот нюансы там, вот. И, в общем, попал я в школу магии Атлантиды, и это имело для меня смысл. Это был смысл всей моей жизни. Вот, потому что это вот круто, прям я вот... Но при этом я ничего не чувствовал. И, то есть, я ощущал, в этом есть смысл, но я не чувствовал ни энергию, никаких способностей у меня врожденных не было. То есть, у меня было только какое-то вот знание, что это реально. Но оно на моих ощущениях никак не основано. И у меня не было какое-то знание без опыта, получается, или откуда-то из-под сознания, да. Но у меня не было ни ощущения энергии, ни духов, я не видел, ничего я не чувствовал изначально. У меня была сильная мотивация почувствовать хоть что-нибудь. Вот, это был вот момент, когда все это начало иметь для меня смысл. И фигура Бориса Моносова для меня была прям вообще, то есть, это было воплощение Бога на земле. Вот, и, возможно, вот благодаря этому я и продвинулся, некое вот безусловное доверие в том числе. И я не отвлекался ни на какие другие школы. Вот, я нашел одну, и как бы вот туда и греб несколько лет, особо не отвлекаясь никуда больше. Вот, и в итоге, да, у меня начало получаться, я начал чувствовать энергию, пошли осознанные сновидения, вот эти магические техники, влияние там. В общем, все это я уже потом, опыт я получил уже после вот этого знания. То есть, получается, что вот знание реальности, оно было раньше, чем ощущение, чем восприятие. Вот. И вдруг, в какой-то момент, я начинаю чувствовать вот это вот знакомое ощущение, что вот это вот утрачивает смысл. То есть, да, я вот могу вхать, а? Вот, и можно перевернуть. Вот, получается, то же самое, что вы получили знания про психиотики, и потом как щелчок? Именно. Вот, возникло ощущение, что для меня это вдруг не перестало иметь смысл. Вот так же, как в свое время математика. Вот было состояние, из которого я понимал арканы, прям чувствовал, для меня это имело значение, это работало. Вот, то есть, не могу сказать, что это не работало, или было там плохо. Но вдруг я понял, что какой-то мой глубинный уровень, он уже ушел в какую-то другую сторону. Причем куда, вообще непонятно. То есть, что, как сказать, на каком-то своем глубинном уровне я уже не в Атлантиде. Вот, и это уже решено. Но здесь, как бы, моя личность, она как бы дорабатывает. Это как раз произошло в тот момент, когда школа Атлантиды, она вот начала структурироваться более плотно, потому что уже довольно много людей там училось, там инструкторов, и вот эта тема командоров начала появляться. То есть, начала появляться какая-то структура такая. И, кстати, мы с Алексеем Бухарцевым вместе пришли на первый курс. Вот я там книжку прочитавший, его там тоже кто-то привел. И вот с тех пор мы с ним вместе идем. Это вообще рекорд. Просто 24 года мы идем, так сказать, совместно. При этом уже школы поменялись, много чего поменялось. Но вот взаимодействие с Алексеем – это константа просто. Вот, сквозь все это проходящее. Вот, то есть у меня вдруг возникло состояние, что нет в этом смысла для меня. Не то, что это плохо, и опять же, не было какого-то рационального объяснения. Все устраивало, по большому счету. Есть у тебя инструменты, есть у тебя школа, путь, все нормально. Ну, бессмысленно. И вот тогда, собственно, я и начал думать, а в чем же смысл снова? Вот, и вот в школе Атлантида подход, он такой, как сказать, там очень многое строится на визуализации, на образах, на принципах, структурах, вот, как бы, прошлых жизнях, память о прошлых воплощениях и так далее. Вот, а я понял, что мне не хватает некой пустоты. То есть это так, очень тонкое ощущение. И я решил вернуться вот к базовым практикам. Вот, когда я приходил в школу магии Атлантида, там, как одна из базовых практик – это остановка внутреннего диалога. Вот, это считается базой. То есть вот сначала останавливаем внутренний диалог, а потом начинаем колдовать. А я думаю, а если просто остановить и глубже? И я вернулся вот к этой идее, ухватился вот за это. Вот, и в конце концов я вдруг снова заново открыл для себя вот эти йога-сутры по танжале, где говорится о том, что йога есть удержание материи мысли от обличения в образы. Вот и вся сущность метода йоги. Вот, то есть то, как это делать. Меня как прямо это обштрелило. И я начал, вот, собственно, это и вывело меня на медитацию, которая сейчас для меня имеет смысл. То есть раньше у меня было много разных практик, там, с разными арканами, с разными энергиями, осознанное сновидение, влияние на ситуации, там, ну, много чего. Сейчас, по сути, у меня их три. Это медитация, пранаяма и еще что-нибудь, там, как дополнение, там, может быть, добавляю что-то. И это, кстати, очень похоже на то, что вот описывал Борис Моисеевич, как вот путь, по-моему, в рунной магии. Что, говорит, начинающий рунист, он работает со всеми рунами в зависимости от ситуации. Продвинутый рунист, он берет один ад, то есть три руны. Но и самый крутой, он становится одной руной. И ее использует во всех случаях жизни. То есть во всех случаях он является какой-то одной руной. И сначала я вообще не понимал, что это такое, как так, одноруна на все случаи жизни. Вот как такое. А сейчас вот и до меня доходит, что в любой ситуации медитируй. То есть суть вот именно сужения множества различных, как бы, вариантов в какой-то один, ну, это, в общем-то, сходно с тем, что, как в школе, да, вот человек, он поверхностно знакомится со множеством предметов, там, физика, химия, но ученым можно стать только в одной области. Но становясь ученым в одной области, ты в том числе выходишь за пределы ее и прикасаешься к знанию как таковому. То есть вот гениальные люди, они не только там математики или там философы, они через математику просто постигают нечто, что содержится и в математике, и в философии, и в химии, и там, в чем угодно. Вот, то есть на каком-то этапе необходимо сузить вот это движение. И когда вот настал, грубо говоря, мой этап специализации, что мне по душе, выяснилось, что работа с визуализацией не мой конек. Вот, мой конек – это пустота. Работа с пустотой, погружение в единство с высшим Я. И вот путь йогов, который описан вот в том числе в йога-сутрах, именно через остановку мысли, через выход за пределы любых описаний, то есть некий такой путь шибы, да, то есть разрушение иллюзий, во многом с таким отпечатком смерти в чем-то. И когда вот в эту тему я начал углубляться плотно, просто моя специализация вела меня в другую сторону. А у школы магии Атлантида там другая специализация, там довольно много вот именно неких, как я понимаю, социально ориентированных взаимодействий, воздействий. Ну и сам Борис Мусевич, он позиционирует себя как прогрессор, боевой маг, то есть некое управление, там, как-то вот, пинание цивилизацией, как бы, а мне это неинтересно. Вообще, значит, я чувствую, что вот, ну, в этой роли я себя не вижу вообще. То есть я вот вижу себя в роли там, я не знаю, сидящего где-нибудь в горах, вот, и вот это да, это нормально. Но тем не менее все равно социумом я активный, причем, как только я решил вот уйти куда-то там вот в свои контакты с высшим я, там, медитировать на кладбищах, чтобы отсечить отсечение ненужного, тут же у меня возник гораздо более сильный контакт с социумом, и с людьми я сейчас общаюсь гораздо больше, чем когда я работал журналистом. Вот был такой период тоже в моей жизни. Вот, то есть получается, что вообще сам стиль взаимодействия с реальностью у меня вот на глубинном уровне другой, вот, и все. А дальше есть люди, у которых другой тип психики, они вот именно, как сказать, управленцы, организаторы, причем вот эта функция управления, она может быть разных уровней. То есть не обязательно это вот, как сказать, такой в грубом смысле такой начальник, да, в привычном смысле. Это может быть и, так сказать, администратор от Бога. Вот, администратор этого кластера реальности. Вот, но я как-то вот больше мне по душе вот именно погружение в пустоту, самопознание и, соответственно, через это взаимодействие, вот, через пустоту, то есть более воздушный, что ли, вариант. Школа магии Атлантиды, она вот более структурированная. Вот, и как только я решил уйти, ну, это было довольно-таки гармонично, то есть я ни с кем не поругался, вот, как бы, ушли мы с Алексеем Бухарцевым, кстати, тоже были похожие процессы, и ушли мы тихо, вот. Я думаю, что вопрос интересный, конечно, про знаки, это отдельная тема, к знакам я тоже люблю прислушиваться, но есть внешние знаки, а есть внутреннее состояние. И вот если ты уверен, как бы, то все знаки, как сказать, то есть у меня было какое-то такое состояние, что у меня вообще никаких сомнений не было. Вот, да хоть бы там я бы умер по дороге, то есть мне было без разницы. Вот такое было, в принципе, состояние, вот, потому что на тот момент это как раз, когда это было, это мы вот занимались проектами в школе Атлантида тогда еще, тогда были, ну, какие-то напряженности внутренние, там, ну, был ряд напряженных ситуаций в связи, там, с моими какими-то делами, и, вот, и для меня это было, вот, как в свое время я вот книжка Моносова, как бы, вот, так же вот Кайлас для меня был, у меня не было вообще никаких сомнений, что мне надо туда ехать, поэтому все знаки по боку, вот. Хотя по пути у нас ломался джип еще, пока мы там ехали, там только на джипе можно было ездить, дороги не было. Но вообще к знакам я прислушиваюсь, стараюсь, по крайней мере, и на пролом, вот так вот, я иду крайне редко, это, скорее, исключение из правил, очень редкое, вот. И в знаке, я бы сказал, есть несколько составляющих. Первое – это его внешняя форма, второе – это чувство, которое он порождает, третье – это некое состояние или знание, грубо говоря. И я бы сказал, что жизнь, потоки событий, они так примерно фрактально отображаются, так, если условно. А тут есть… То есть, грубо говоря, с чем бы сравнить. Ну, вот какой-то там поток событий. Есть замкнутые периоды такие, как бы, да, ну, вот как восход, закат, солнце там, вот. Также и в потоках событий есть какая-то цикличность. И на входе в какой-то цикл есть какое-то ключевое событие, которое содержит в себе, показывает все, что будет в рамках данного конкретного цикла. Ну, грубо говоря, первая встреча с человеком, она показывает, как вообще у вас с ним сложатся отношения. Ну, не то чтобы прям вот четко и однозначно, но оно дает вот некой знак. Да, то есть первая встреча там, я не знаю. Во-первых, опоздали, друг друга не нашли, потом еще там, я не знаю, грубо говоря. Ну, в общем, как-то произошло там что-то. Вот. Дальше это характеризует, что там будет дальше. Для меня, кстати, фильмы многое показывают. Это если я прихожу в кино, то есть это мне что-то показывает тоже. Вот. И на входе в ситуацию с Кайласом, а было это задолго до того, как я опоздал на самолет, значит, я медитировал, ну, занимался какими-то своими энергетическими практиками, качал энергию, я уже просто расслабился, и раз, вижу гора. Вот. Причем я не знал, что это еще Кайлас вообще, я не в курсе был. И эта гора, она как бы меня притягивает, и я вхожу в нее. То есть как внутрь, и такое странное какое-то состояние, думаю, ну, интересный какой глюк. Вот. Я тогда не придал этому особого значения, только через месяц я увидел какую-то засаленную газету, значит, на которой была вот фотография этой горы, я узнал просто вот это она, и статья там что-то про Кайлас. Вот. И я понял, что мне туда надо идти. То есть сама точка входа, это вот состояние, что я там буду. Вот. Вот. А дальше, как бы, всякие нюансы там, которые будут на пути, вот, это уже не так важно. То есть есть какие-то знаки именно вот ключевые, а есть просто какие-то, как сказать, сопутствующие факторы. И тут главная проблема понять, что откуда. То есть ты уже в новом каком-то этапе, начинаешь какой-то новый этап, или это продолжение старого. А часто это только задним числом замечаешь. Вот. Так что если вот в знаке есть какая-то напряженность, это не всегда означает, что этого делать не надо. Это может означать, что это твоя проработка в том числе. То есть мы здесь не только кайфовать пришли, но и отрабатывать те качества, в которых мы слабы. И если мы попадаем в полосу отработки своих слабостей, то легко не будет. Но это все равно надо пройти. С другой стороны, есть, конечно, линии событий, в которые вообще лезть не стоит. И там знаки другие. То есть там другое состояние. То есть какой-то знак, он вот, как сказать, когда ты видишь это, ты впадаешь в другое состояние просто. Вот. Если бы я был в другом состоянии, вот опоздал бы на смоле, ну и ладно. Вот. Но, то есть знак, он включает не только внешнее, но и внутреннее. А если у нас вот есть внутренние колебания, это уже само по себе говорит о том, что не факт, что нам это и нужно. Вот. А вот именно распознавание вот этих жизненных циклов, это тоже навык, который в том числе приходит с опытом. Вот. Ну и осознанность, конечно. Потому что любой знак, он многопланов, можно его понимать по-разному. Значит, я помню, тоже прикольно, я думал, нужно ли делать курс по смерти. Медитация на смерть, вот может быть это опасно, там нехорошо. И что-то я думаю об этом, еду в маршрутке, и раз. А там какой-то телевизор был в маршрутке, он сломан. И вдруг он заработал, и там показывается реклама. Пиво. Значит. А там суть в том, что человек едет на велосипеде, а значит, и раз падает в пропасть, но не умирает. Вон, в том его молнии шарахает, он не умирает. Вот. А смерть типа зашла попить пиво. Вот там показывается фигура смерти, которая пьет пиво, говорит, классно, там, не доработай, типа. Думаю, наверное, да. То есть смерть не так уж и страшна. Вон, как бы в том варианте, в котором я собирался ее давать, хотя, как бы, конечно, есть свои нюансы в этом. И в итоге это стало важным аргументом для меня в пользу того, что надо вот как-то вот, так сказать, до людей эту тему доносить в той или иной форме. Вот. Бывали и препятствия, которые меня останавливали, которые я рассматривал, что вот, наверное, и не надо. Вот ноутбук, например. Вот. У меня ощущение, что я его потерял, и не стоит добиваться там от местной охраны, чтобы мне его вернули. Вот. Причем я обратно пролетал через тот же аэропорт, спрашиваю, не находили ли ноутбук. Говорит, да, нашли. Вот. Но не можем отдать. Потому что, чтобы получить его, надо выйти за пределы вот какой-то там таможенной зоны, а у меня нет визы. Вот. Ну, думаю, ладно. Не буду настаивать. Тут у меня было ощущение, что не стоит настаивать. В итоге все равно, вот, знак, он никогда не говорит напрямую. Он так намекает, как бы. А дальше с чем он срезонирует, так и такая будет и реакция. Можно вопрос? Угу. Ну, ты, можно, да? Конечно. Я думаю, что знание, оно вообще едино. Нет даже разделения того, чтобы никто не докопался до сути. Потому что всякие хитрые, так сказать, ребята, они любят скрывать знания, чтобы профанам это было не особо доступно, иначе ядерная бомба в руках дикаря опасна. Ну, я подхожу с точки зрения единства, что нету разницы, нету разделения между мирским и священным, и медитация, она объяснима в том числе и с точки зрения современных исследований физических. Но есть и нечто в ней, что еще не исследовано. Я думаю, что это все подчинено естественным законам, просто глубина этих законов, она велика, скажем так. Если объяснять все с точки зрения именно физики, это немного заужает, я бы сказал, процесс. Но, конечно, физика, психология, медицина, есть очень много каких-то наших состояний, которые могут быть объяснены безо всякой мистики. Но есть и нечто другое, присутствие высшего я, которое тоже накладывает свой отпечаток и вносит свою правку в события. Ну, а как происходит, вот как познание, чем выше знание, чем выше особенность, тем меньше, по большому счету, магия. Ну, может, мне так кажется. То, что там 10 лет, пожалуй, назад нереально, то сейчас это распадывается, ну, очень просто, на простое физическое явление. Это просто вопрос познания, получается. Именно. Чудес не бывает, есть просто законы, более глубинные законы Вселенной. Ну, это идет не в шире, а в глубь. В глубь, да. Да, да, да. То есть можно сказать, что Бог, или вот наша внутренняя суть, это тоже, как сказать, ну, что такое физика в переводе на русский? Физис – природа. То есть, а Вселенная, вот, природа, изначальный смысл вообще этого слова, он из философии пришел, были физики, это философы, так их называли, философы физиса, природы. Дальше это уже было перенесено, ну, в какую-то более узкую конкретную область, но, в принципе, вот сама идея природы, она более глубокая, чем тот физический мир, который мы воспринимаем. И все там идет своим чередом. Рождение, смерть, там, в том числе даже вознесение, переход в тело света – это тоже проявление неких естественных законов, просто которые пока еще неизвестны, не исследованы, и, наверное, они, может быть, даже необъяснимы словами, да, то есть они не могут быть формализованы, как некоторые научные открытия нынешние, но они могут быть реализованы. Вот. Просто там работает не та часть ума, которую можно назвать интеллектом нашим человеческим. В принципе, можно сказать, что весь мир можно объяснить на любом уровне, даже животное, оно весь мир тоже объясняет как-то, ну, и на уровне инстинктов. То есть животное живет в своем мире, и вся вселенная для него тоже, в общем-то, ясна и описана. Вот. Для человека оно тоже ясна, но по-другому. А есть еще некий, можно сказать, третий способ. Это вот когда мы смотрим глазами души. И я думаю, что этот взгляд, ну, как я ощущаю, он также отличается от взгляда интеллекта, как, грубо говоря, интеллект от взгляда инстинкта. Вот. Но это не значит, что он исключает интеллект. Но просто, как вот в человеке, его животное, оно подчинено разуму, вот, но при этом у нас есть инстинкты. Если бы их не было, мы бы не могли там есть, спать, там, и так далее. Вот. Также разум, он становится подчиненным душе в практике медитации. И знание своей души, оно уже нечто большее, чем вот законы физики, так как мы привыкли их объяснять. Но эти законы, безусловно, очень многое объясняют. И более того, их познание расширяется. Ну, тогда, а куда еще один вопрос? Как познание, да? То есть если я сижу, очень, грубо говоря, в комнате, и со мной там находится, сидит фикус, я не могу самопознаваться вообще никак. Потому что если я буду взаимодействовать только с фикусом, для меня познание прекратится. Я могу там сколько угодно ориентироваться на высшее я. Может, я просто этого не умею. Но познание, оно происходит через людей, через общение, или от своей какой-то внутренней работы? Я бы сказал так, что физический мир существует не зря. И социум тоже. То есть, безусловно, через это человек получает нужные уроки. Но есть вторая часть уроков, которую он может получить, только находясь наедине с собой. И эта вторая часть, она, ну, как минимум, наше время, оно делится на сон и бодрствование. Вот сон тоже важная часть. Когда мы уходим от внешнего во внутреннее, и синхронизируемся с устоком, чтобы внешнее, оно не замутило вот эту связь. И для кого-то вот это внутреннее, оно играет большую роль, для кого-то меньшую. Но оно должно быть. Так же, как жизнь и смерть тоже чередуются, не зря. То есть, смерть – это уход вообще из проявленного мира и погружение в какие-то свои внутренние процессы, которые даже вообще не все знают, существуют ли они. Вот, то есть, полный уход. В этом тоже есть смысл. Так же, как и в рождении. Но дальше очень многое зависит от особенностей психики человека. Как минимум, есть экстраверты и интроверты. Да, вот. И отсюда же и разные направления магии. Есть те, которые специализируются на воздействии, там есть те, которые специализируются, как типа меня там, на медитацию. То есть, я интроверт. Вот. И дальше это качество, оно проявляется и на более глубинном уровне, как вот, как вот есть троица, там, Брахма, Вишну, Шива. Брахма – творец, Вишну – хранитель, Шива – разрушитель. Да, то есть, вот хранить мир, хранить взаимодействие элементов – это одно состояние. Другое дело, когда ты его разрушаешь внутри себя и идешь в некую пустоту. Вот. Иными словами, в каждом человеке эти три элемента, они присутствуют. Но в разных пропорциях. В зависимости от психики и его, в том числе, функции вот в этой единой природе во Вселенной. Да, то есть, все здесь имеет смысл, ничто не случайно. И то, что один, там, я не знаю, хочет через взаимодействие развиваться, а другой через углубление в себя – это тоже закономерно. Но я бы сказал так, что есть, как сказать, дисбаланс опасен в любую сторону. И вот взять, если, например, Америку, эта страна, можно сказать, ориентированная во многом на именно, как сказать, конкретное такое внешнее взаимодействие. Ну, и это мировой лидер, скажем так, технологический сейчас, цивилизационный. Но эта же страна с наибольшим количеством маньяков и всяких психических отклонений. То есть, когда человек включается во внешнее в ущерб внутреннему, это чревато, в том числе, болезни общества. И если человек отключается от внешнего, слишком сильно погружается во внутреннее, это тоже чревато всякими проблемами, но другими. Так что здесь важна пропорция. И на разных этапах даже жизни одного и того же человека эта пропорция может быть разной. Поэтому здесь важно именно соблюдение баланса. И одному человеку надо побыть, помедитировать, там, я не знаю, 10 минут в день. Другому, типа меня, нужно там 10 минут в день взаимодействовать со всеми, остальное медитировать. Но должно быть вот эта внутренняя составляющая. То есть она не является, безусловно, важной и одинаковой для всех, но без нее нарушается какой-то баланс важный. И в том числе это чревато всякими напрягами психики и тела. И сейчас, что интересно, вот в условиях постоянно, вот сейчас очень много информации, много взаимодействия, эта плотность, она растет. Как кто-то сказал, интернет сделал из мира одну большую деревню. Вот, все постоянно в контакте со всеми, как бы. И начинают пользоваться спросом такие интересные технологии, как черная комната, безмолвие, как бы, да, то есть компенсация. Потому что нагрузка в одну сторону должна быть компенсирована другим. Иначе эта компенсация придет извне, как удар. Вот, если ты слишком погружен во внутреннее, то тебе удар, там, я не знаю, какой-нибудь финансовый, деньги надо зарабатывать, выживать. Вот, если ты слишком погружен во внешнее, то удар психологически, там, депрессия какая-нибудь, или переутомление, что-то такое. То есть, вот, и медитация в этом плане, это как один из таких механизмов балансировки. Вот, но никак он сам по себе не самооценен. Самоценен только дух. А дух, он нечто большее, чем внутреннее, нечто большее, чем внешнее, нечто большее, чем мы вообще все знаем, чем то, что мы знаем, да. Но через медитацию это одна из дверок. Вот, значит, и она, как сказать, в какой-то степени должна присутствовать в жизни каждого человека. Но в какой, уже зависит от многих факторов. Можно, по каким показателям вы понимаете, что происходит развитие, а не имитация? Я бы сказал, что это сродни чему, с чем бы сравнить-то. Есть некое состояние, я бы назвал, глубинного удовлетворения или ощущения правильности. И есть различные другие ощущения, как то физические, эмоциональные, ажиотаж там какой-нибудь эмоциональный, там в любую сторону, интеллектуальная убежденность, вот, или знания какие-то, информация. И вот это вот удовлетворение или ощущение правильности, оно отличается от интеллектуальной убежденности, от эмоционального ажиотажа, который можно навести там на кого-то или там подпасть под какое-то влияние, и от физических ощущений. И он возникает как раз вот именно в моменты покоя, когда тебя никакая внешняя информация не дергает, никто по ушам не ездит, не тормозни, сникерсни, да, вот. А ты слушаешь себя, твоей душе это вообще надо, вот. Значит, есть какой-то анекдот про нового русского, так, значит, подписывает договор с дьяволом, так, отдаю душу за вагон конопли. Вроде все сходится, но чувствую, где-то здесь меня хотят кинуть, вот, как бы, надо, когда человек, как сказать, участвует в событиях, которые вроде бы важны, но душе это не надо, возникает специфическое ощущение бессмысленности, вот, которое у меня, например, возникало, да, то есть это не характеризует процесс, как плохой вообще, да, для мира, он характеризует его так, что тебе там делать больше нечего, да, и вот это вот ощущение, что пропадает, вот это вот глубинное удовлетворение от процесса. То есть тебе может быть трудно, ты устал, это другое, то есть даже если ты устал, и тебе трудно, и приходится преодолевать много чего, но есть некий смысл, вот, ради чего ты это делаешь, причем ты даже не можешь, не всегда можешь это объяснить, зачем, но вот он есть, а когда он пропадает, это значит, ты куда-то не туда идешь, и если это длится кратковременно, это может означать просто внутренний кризис, потому что наши смыслы, они меняются, то есть точно так же, как все в этом мире, они подвержены изменению, наши убеждения, и разочарования неизбежны в любой концепции, это я понял, что как только что-то описано, все, разочарования неизбежны, но зато можно использовать это описание, как какую-то, как сказать, временную модель, вот, главное в нее слишком сильно не втыкаться, не отождествляться, что называется, да, вот, и когда ты начинаешь слишком сильно отождествляться, с какой-то иллюзией, которая уже с душой не резонирует, то в конце концов возникает вот ощущение бессмысленности и неправильности, которая длится довольно долго и со временем усугубляется. Если внутренний кризис, то есть тоже, ну, некое очищение, да, есть такое понятие, как очищение, психики, то есть у нас, можно сказать, в подсознании есть груз тяжелый, не только из этой жизни, но еще и из прошлых, вот, и когда мы начинаем налаживать связь с душой, то мы в том числе сталкиваемся с этим грузом, с чем сравнить можно, вот, если человек идет в магазин, там, не знаю, через дорогу, там плюс-минус килограмм в сумке, это не принципиально, но если ты лезешь, как говорили, я на Кайлас, там плюс-минус грамм имеет значение, а путь к душе, это некое сосредоточение всех сил, а когда у тебя там 10 рюкзаков с мусором, вот, это все начинает сразу тяготить, как бы, и начинает, как сказать, подсознание начинает это все из себя исторгать, а куда? Ну, как сказать, через очищение, вот, как в организме, если брать физический аспект, да, вот, у нас, если мы едим много всего, там, неправильного, то в итоге организм перестает справляться, и часть шлаков, он не выводит наружу, а он откладывает в сторону, так, потом разберусь, так, вот, куда-нибудь в сторону, как бы, вот, будет время, потом, сейчас, блин, опять меня вкинули, там, литр водки, сейчас главное выжить, а с этим там потом разберусь, и в итоге, вот это потом разберусь, оно накапливается где-то в тканях, в стороне от основных обменных процессов, а когда человек, например, он начинает голодать, или там, как-то вести правильный образ жизни, организует, ох, у меня появились силы, давай-ка я сейчас с этим разберусь, а это значит, он достает все эти яды, и они попадают в кровь, дальше из крови, там, через печень, почки, они выходят, но сам факт, это выглядит как отравление, да, то есть, и отсюда, кстати говоря, одна из причин, которая пугает людей, что вот, только я начал там, не знаю, перестал есть мясо, тут же мне плохо стало, вот, а плохо стало не от того, что он мясо есть перестал, а от того, что все яды, они начали выходить, вот, также и когда мы следуем своей душе, у нас есть яды похуже, вот, карма, вот, значит, они где-то в психике есть, вот эта вот некая негативная энергия, и она начинает выходить через наше состояние, ну, и в том числе через организм, потому что была, ну, я был там усвидетелем, что у людей вплоть до симптомов каких-то смертельных болезней вдруг внезапно возникает, при этом они, к врачу, ничего не обнаруживают на физике, но болит так, там, что-нибудь, вот, что вообще жить невозможно, вот, значит, грубо говоря, то есть, даже если мы идем правильным путем, на какие-то короткие моменты, у нас могут быть вот такие затмения или чистки, когда мы идем, идем, вроде хорошо, вдруг раз, депрессняк, все плохо, там, агрессия на всех по поводу и без повода, потом раз, так же проходит, то есть вот чистки, они такие кратковременные и не усугубляющиеся, и они, грубо говоря, неизбежные, и часто они являются как раз признаком правильности, вот, что если все хорошо, отчитишь до глади, до божья благодать все время, значит, скорее всего, ты просто, так сказать, еще в гору не пошел, вот, а вот когда пошли эти процессы, это признак правильности, один из, но когда этот процесс, он затяжной и усугубляющийся, и непрекращающийся, тогда это уже говорит о том, что ты не разгружаешь свои мешки, а нагружаешь туда еще чего-то, и жизнь становится все хуже и хуже, вот, и, то есть основное, это вот это вот глубинное чувство, как его отличить от других, довольно сложный вопрос, который в том числе я каждый раз решаю по-новому, поскольку душа, это как некая бесконечность, и если ты познал какой-то ее аспект, вот, то это еще не значит, что в следующий раз она не преподнесет тебе других сюрпризов, и, как бы, нужно опять менять всю систему навигации, да, то есть, грубо говоря, привык там по GPS уходить, так, хорошо, нормально, раз ты в космосе, где там север, где юг, то есть, другая система координат, да, ну, это так, глобально, а реально в жизни так и происходит, то есть, та система координат, которая актуальна для одного жизненного этапа, на другом этапе ты вдруг понимаешь, что она вообще не работает, вот, хотя вроде есть ощущение правильности, и вот в эти моменты довольно сложно отличить, да, вот суету ума, такое, так, все пропало, шеф, мы не знаем, где мы находимся, ну, вон, и куда идти, на каком я уровне, где у меня точка с борта, вон, какой это аркан, а ничего не работает, это вон, как бы, всю жизнь ты верил в точку сборки, а потом раз ты понял, что это была не точка сборки, вон, как бы, и не аркан, а что-то другое, вот, так же, как вот я верил в математику, а потом понял, что да, жизнь институтом не исчерпывается, это было, ну, такое серьезное потрясение, вот, а реально, если ты развиваешься, то этих потрясений не избежать, поскольку, мир бесконечный, вот, так сказать, бесконечные познания, это, как сказал Кастанеда, обучение, это самый отважный шаг, на который можно решиться, потому что обучение, ты всегда одной ногой в неизведанном, ты никогда, у тебя нет законченной картины, законченная картина, это значит, ты прекратил двигаться, а обучение, ты всегда слегка в неизвестном, а это всегда сопряжено, в том числе, со страхом, поскольку есть у нас автопилотный механизм, встроенный в подсознание, в результате миллионов лет эволюции, на уровне инстинктов, что называется, или, как-то в психологии, реактивный ум, что, если что-то неизвестное, то тут же включается механизм страха, потому что это, скорее всего, опасность, может быть опасность, вот, а значит, нужно все выключить, поскольку это, может быть, там, я не знаю, авось пронесет мимо, вот, неизвестно при этом, враг, там, телепат или нет, поэтому и мысли тоже вырубаются, то есть, не вступает некий ступор, вот, от каких-то новых ощущений, да, то есть, например, жил ты себе, жил, все нормально, и тут вдруг начал что-то чувствовать, это пугает, и в итоге, первый враг, вот этот вот страх, да, если ты его проходишь, и привыкаешь, вот это вот, быть в неопределенности, то в конце концов, у тебя появляется вот это ощущение души, или то, что у Кастаниды называется ясность, то есть, ты начинаешь ясно понимать, какой у тебя следующий шаг, и эта ясность, она рождается уже из вот этого глубинного ощущения, вот, но потом, правда, и она не помогает на каком-то этапе, но, по крайней мере, для начала, это еще надо дожить и пройти сквозь страх, и один из главных и базовых это страх смерти, потому что душа, она не из этого мира, она не из мира живых, да, то есть, и чтобы услышать душу, это подобно, как сказать, голосу с той стороны, как бы, ну вот, то есть, там есть, как сказать, что-то не от мира сего, что само по себе пугает, то есть, мы боимся себя, и говорится о том, что, вот в тибетской книге мертвых мне очень понравилось, говорит о том, что в момент смерти у человека есть шанс достичь полного освобождения, самореализации, вот, и перехода в некое новое качество, потому что в самый момент смерти он встречается с изначально чистым светом своей души, но проблема в том, что этот свет его очень пугает, он не может в этом свете себя узнать, и в итоге он погружается в какие-то там видения свои и уходит от этой возможности. Также, можно сказать, душа, она постоянно, постоянно в потоке вот этой вот души, да, но поскольку ум наш, он, во-первых, боится, вот, в этом свете исчезнуть, во-вторых, занят постоянно чем-то другим, тогда возникают всякие ущищрения, надувательство духа, вот мне Кастанеда очень нравится, это мой второй учитель после Бориса Моносова, но, правда, Кастанеда я ни разу не видел, учился по его книгам, вот, то есть, грубо говоря, чтобы человеку свою душу найти, вот, дух проявить, нужны ухищрения, которые, собственно, есть путь обучения, вот, то есть, это разные хитрости, которые сначала ловят человека на крючок, а вот это практично, вот, ты будешь иметь преимущество, потом он теряет в этом смысле, а вот это вот, там, не знаю, будет давать тебе, там, радость, или что-то еще, и в конце концов, человек выходит на некое состояние, которое, вот, если бы сразу его туда пнуть, он бы вообще не понял, и сказал бы, идите куда-нибудь подальше, как вот, я могу сказать, что, если бы мне вот сразу сказали, вот, что делать, вот, медитировать, молча сидеть, я бы сказал, это для шудр, магия, как бы это, вот, хотя говорится о том, например, что, вот, в Пхагавадгите, когда, кто там, Кришна, Кришна ведет Арджуну воевать со своими родственниками, вот, говорит, значит, а Кришна это аватар, вот именно, божество, говорит, что преданные мне, даже низкого происхождения, могут достичь освобождения, то есть, это уже нечто вообще другое, вот, и душа, она вне любых систем, но с другой стороны, путь к ней лежит сквозь разные системы, да, то есть, сначала ты принимаешь одну систему, потом другую, потом третью, либо одну и ту же, но на разной степени глубины, потому что тоже, например, христианство, как бы на одном уровне это просто какие-то ритуалы, на другом уровне это святые, которые обладают такими ситхами, там, что, как бы, ну, это реально серьезные возможности, там, левитация, телепортация, воскрешение мертвых, тоже христианство, как бы, но совершенно какое-то другое, так же, как и эзотерика, может быть набором бессмысленных ритуалов, а может быть чем-то более удобным, вот, так же, душу, ну, я, по крайней мере, постоянно заново учусь слушать, и это как раз связано с умением остановить мысль, потому что движение мысли, оно, это как программа такая, вот, она однажды запущена, как Windows, вот, ее загрузили, да, до какого-то уровня можно Windows обновлять, но, чтобы сделать какой-то следующий шаг решающий, нужно уже Windows менять, да, то есть, выключить этот, убрать старый Windows 10, поставить какой-нибудь Windows 13, вот, и медитация, это как раз способность перезагрузиться, вот, в эту пустоту идти, вот, как минимум, хоть как-то это должно быть в жизни человека, ну, а дальше, в какой пропорции, то есть, чем больше ты осознаешь себя программистом, тем больше ты в пустоте, вот, то есть, за пределами всяких Windows, и в конце концов, уходишь туда навсегда, но, опять же, на этом пути ты, душа, говорить с тобой разными способами, и то, как ты ее чувствуешь, зависит от очень многих факторов, еще может вопрос, а? Мы сейчас говорили о развитии, а вот воздействие черной магии, это тоже развитие задушили, а как? Черная магия, действует негативно, и долго продолжается, и человек через акт проходит, это тоже как толчок для него, или это что-то иное? Ну, с чем бы сравнить? Вот, например, не знаю, разное вибрации, подобное, мертвейное, подобное, по идее, на более высоких вибрациях, там все это представлено, существует, сейчас я сформулирую, мир, мир это очень сложная штука, вот, и, вот, к примеру, человек, дикарь, возьмем дикарь, который никогда не был в городе, вот он привык, что он идет по лесу, пальма, там он взял, сорвал банан, съел, все хорошо, значит, и тут он попал в город, а тут магазины, раз на магазине, на прилавке банан, он взял, раз банан, и пошел, а его раз милиция, как бы, о, черные маги, вот, как бы, черные маги белого человека, заточили меня в тюрьму, украли мою душу, как бы, а он просто не учел каких-то законов этого мира, ему непонятно, что надо сначала ходить на работу, на работе получить деньги, с деньгами прийти в магазин, взять банан, для него это слишком сложная схема, часто мы в жизни, чтобы столкнуться с какими-то суровыми, черными магами, это надо, грубо говоря, их еще найти, вот, и нарушить какие-то законы, вот, то есть, сам факт того, что ты вошел с ними во взаимодействие, говорит о том, что, либо ты сам был когда-то таким, карман, вот, либо, что-то ты делаешь в этом мире не так, с другой стороны, это, конечно, не оправдывает, то есть, есть милиция, а есть бандюги, значит, дикарь взял банан, на него напали бандиты, у него отобрали банан, значит, на бандитов напала милиция, то есть, грубо говоря, есть некий слой мира, где, вот, эти грубые взаимодействия, они, как бы, почти норма, грубый астрал, даже есть такой термин, или, вот, например, животный мир, да, то есть, вот, на уровне животных, там, более сильный, отнимая эту слабую, это вообще стандартная ситуация, вот, и есть, можно сказать, какие-то более грубые уровни нашей вот реальности, да, где все друг от друга что-то хотят урвать, навести порчу, там, и так далее, но, опять же, с этим уровнем надо еще срезонировать, вот, то есть, это люди, которые ищут легких путей, дикари такие, которые не хотят сложных схем, там, зарабатывания, хотят сразу получить, вот, и если у нас у самих такая мотивация, вот, мы хотим сразу просветление, вот, например, или сразу ситхи, или сразу что-то еще, то сама мотивация изначальная, или, там, мы себя очень высоко ценим, она вводит нас в резонанс с какими-то потоками событий, вот, которые могут для нас быть не очень благоприятны, с другой стороны, есть люди, которые целенаправленно и злонамеренно наводят порчу, на самом деле их нету, есть люди, которые борются за справедливость, вот, да, как кто-то, один сказал, как же его, один адвокат говорит, ну, в тюрьме нет, как сказать, преступников, одни по глупости, другие за справедливость, вот, то есть, как они их сами описывают, ради чего они там, собственно, вот, и если спросить какого-нибудь вора в законе, он тебе такое там, не знаю, про государство расскажет, вот, что он думает, и так далее, какие механизмы он видит, да, то есть, иными словами, мир, он неоднороден, и один смотрит на мир, видит воров, другой там смотрит, видит ангелов, там, третий вообще не понимает, где находится, да, как я, например, вот, то есть, если мотивация именно причинения вреда, а, как правило, у черных магов, ну, назовем это люди, которые борются за справедливость, жесткими методами, то есть, ну, пришли ему, пожаловались, вот это сволочь у меня там, а, он не разбирается, давай-ка мы сейчас, ну, вот как бандитские разборки, да, вот, значит, то есть, если вот это намерение причинить вред, оно существует в человеке, то, да, какое-то время он может даже силой обладать, но рано или поздно разрушение, направленное наружу, вопреки естественным законам, оно обращается на самого человека, и черный маг в одной жизни, который допустим, ну, или там маг, скажем так, который решил бороться за справедливость, но не заметил, как перешел в какую-то черту, вот, он как бы, ну, получает по заслугам, может быть, не в этой жизни, вот, а тот, кому он там навредил, да, и кто был доступен для его воздействия, тут возможны варианты, то есть, либо это карма какая-то, либо еще что-то, там, какие-то факторы, вот, но я бы сказал так, чем выше уровень, тем меньше вот каких-то грубых взаимодействий, с другой стороны, даже Христа и не уберегали, вот, его и то распяли, хотя, наверное, он мог, если бы захотел, там, такую Кузькину мать устроить всем, за справедливость, и во имя Бога, как это делают часто религиозные фанатики и террористы, да, но он этого не сделал, хотя он мог бы устроить что-нибудь такое покруче, десяти бен Ладенов, вот, но вместо этого он просто дал себя раз пять, потому что, ну, другая логика, так что, я бы сказал, если возникает какая-то война в любом виде, то, как правило, это как карма, ну, и внутреннее состояние, у меня был такой период в жизни, когда я постоянно находился в противостоянии с кем-то, где-то на тонком плане, еще что-то там, и это было реальное ощущение, и в том числе, там, мы тренировались друг на друге порчу наводить, помню, ну, с друзьями договорились, давай ты на меня будешь порчу наводить сегодня вечером, я тебе расскажу ощущения, вот, а потом я на тебя буду наводить, были такие периоды, то есть, когда в подсознании, вот, определенный взгляд на мир, да, черное, белое, там, как бы, злые, хорошие, я хороший, да, вот, как говорил этот Мюллер, да, никому нельзя верить, мне можно, вот, каждый так думает, да, и вот, чем жестче человек в этой своей позиции, тем более жесткие события будут с ним происходить, чем больше человек считает себя святым или хорошим, тем больше ему будет все события, которые ему скажут, извини, вот, я про себя говорю в том числе, вот, как только я приходил, ну, часто я уже, да, то есть, и тут как прилетит мне что-нибудь, откуда-нибудь, вот, или изнутри, или извне, вот, так что я бы сказал, если мы держим правильный курс, это, конечно, не гарантирует нам ничего в этом мире, поскольку сансара непредсказуема, но, скажем так, тенденция такова, чем гармоничнее внутреннее состояние, тем гармоничнее внешние события, что не освобождает нас от нашей кармы, мы ее отработаем, но можем отработать гармонично, можем не очень, и чем больше у нас желания постоять за справедливость, тем опаснее наш путь становится, вот, и чем больше наше желание вот достичь некой внутренней гармонии, внутри себя, да, то есть, построить это царство Божие внутри себя, а не вокруг всех строить, вот, вот, по-моему, Борис Моносов тоже, его как-то спросили, в чем отличие черной магии от белой, что он говорит, ну, белая, когда развиваешься сам, а черная, когда начинаешь воспитывать других, вот, если ты развиваешься сам, то для тебя все уроки, вот, даже какие-то жесткие взаимодействия, ты благодаришь за них, то есть, некое состояние удовлетворенности и благодарности, вот, как, например, один святой, ну, как и дьявол возьмем, да, что поймали святого по обвинению в связи с дьяволом, вот, и инквизиция его там посадила в какую-то тюрьму, и, а как, одна из стандартных процедур того времени, что вот, если человека не кормить, и он умрет, значит, нормально, бог его взял, он свой, а если не умирает, то вот, от дьявола, его не кормили, значит, ему удавалось только достать какую-то затхлую воду, там где-то в сыром этом подвале, вот, и смотрят, а что-то он не умирает, и хорошо, и цветущий вид у него, говорят, наверное, точно с дьяволом, значит, он это самое, взаимодействует, и начали его пытать, ну, как ты там с ним взаимодействуешь, да не с дьяволом, с богом, просто когда мне удается раздобыть воды, я благодарю бога за то, что он так высоко ценит мои заслуги духовные, что подвергает таким суровым испытаниям, и вот в этот момент вода становится чистой, сладкой, я ее пью, и мне не хочется ни пить, ни есть, все прекрасно, вот, то есть, когда мы меняем само мировоззрение, и рассматриваем ситуации как уроки, вот, начинаем расти и работать над собой, то тогда внешние ситуации вдруг перестают нас воспитывать, в жесткой форме, а если и хотят, то не могут, вот, то есть, ну, бывают такие люди, да, что один пошел, по улице, получил в глаз, другой пошел в самое злачное место, там, я не знаю, ничего не произошло, как рассказывали у меня знакомые, одна интересная тоже девушка, говорит, как-то мы приехали в Бразилию, а там есть, а там вообще, говорит, за пределы туристической зоны выход строго запрещен, там, кругом воровство, убийство, там, кто-ка белых увидит, сразу, там, грабить, а мы, говорит, что-то пошли, нас никто не ограбил, наоборот, нам все помогли, значит, выпили, там, мы с ними, вот, и все хорошо, то есть, зависит от состояния. Как раз, я тоже, можно спросить, он, например, очень все, переживает за наши дороги, и так как, часто, за рулем, там, по разным делам, он говорит, Наташ, как мне обойдет над собой, чтобы я не замечал наших ужасных дорог, говорит, ну, то есть, это вот это внешнее, да, как мне будет привыклить, этим внутренним, ну, вот, конкретно, да, вот такой вот, абсолютно, не знаю, сегодня просто ехали, я говорю, спроси, пожалуйста, что мне нужно сделать, чтобы вот, такой вот, не один возле и тысячи момент, но, как бы, и так далее, ну, вот такой вот фактор, как бы я к этому относился? пусть радуется, что ни в концлагере, просто как, человек, он становится привередлив, а? То есть, думает, что хорошо, что не звонит, да? Ну, я обычно так и делаю, если меня что-то беспокоит, вот, потерял я ноутбук, например, слава богу, деньгами только делался, вот, и то есть, у меня даже злости не возникло, по поводу того, что вот, блин, сволочь, не дали мне ноутбук, с бюрократой, ну, значит, другое состояние просто, ну, ну, как сказать, есть вот именно раздражение, когда мы чем-то недовольны, а тут можно переключиться на то, что, слава богу, а, есть машина, уже неплохо, вот, во-вторых, жив-здоров, вот, в-третьих, все-таки едешь, медленно, но едешь, да, не 200 километров в час по автобану, то есть, есть некая, как сказать, да, нет предела совершенству, и всегда, я думаю, что и в Европе есть люди не очень довольны дорогами, своими идеальными, вот, то есть, довольность или недовольство, важный момент, да, это не есть прямое следствие внешней ситуации, то есть, какой-нибудь, я не знаю, человек из Африки, который привык там, значит, по ямам ездить, по грязи, как бы, по нашим дорогам, вообще просто, автобан, да, все познается в сравнении, и вот эта вот особенность ума, сравнивать что-то с чем-то, да, либо с одну реальность, с другой, либо реальность какой-то идеи, там, и так далее, вот, чем меньше вот этих сравнений, и чем больше непосредственного присутствия, тем, соответственно, меньше проблемы, больше кайфа от того, что ты жив, да, вот, если представить себе ситуацию, там, я не знаю, выжил после ядерного взрыва, едешь по дороге, как бы, вот, это такое счастье, вот, чувствовать эти ямы, то есть, иными словами, либо наши состояния делаются под влиянием каких-то случайных факторов, либо мы берем это под свой контроль, опираясь на что-то более базовое, вот, потому что быть довольным или недовольным, это часто всего лишь вопрос угла зрения, вот, в сравнении с чем, в сравнении с чем, плохо или хорошо, да, опять же, очень относительно, и вот этот вот оценочный ум, он, как сказать, как такое зверюшка на поводке, там, постоянно, как бы, а как плохо, там, а здесь хорошо, вот, ну, в общем, надо его держать везде, да, есть ли у вас свои книги, чем вы сейчас понимаете? Есть одна книжка, называется «Здесь было высшее я», мы ее написали совместно с Алексеем Пахабом, то есть две книжки, с одной стороны, это его книжка «Человек знания», вот, это единственное, что я смог написать, потому что мне вот разговаривать еще более-менее, как только я сажусь писать книжку, все, ступор, вот, я там эти 35 страниц писал несколько лет, вот, есть такая книжка, и сам я сейчас занимаюсь медитацией, вот, основное, это остановка мысли и пранаяма, чтобы тело не развалилось. Я не могу вообще, то есть какая-то цена деятельности, там, профессия, работа, зарабатыва, денег, вот, как бы, вот это. А я сейчас живу только семинарами, вот, плюс сейчас я думаю, которые могли бы следовать многие, то есть, какое-то дело вполне конкретное на земле, то есть, как способ зарабатывания денег, плюс духовные практики, потому что труд сам по себе на земле, он тоже, как сказать, может быть отупляющим. Есть вот деревни пьющие, где вроде люди в единстве с природой, но что-то как-то вот много разума и развития это не добавляет. А вот именно идея сочетания на своих условиях, не на условиях каких-то работодателей или вот компаний, грубо говоря, в которых, ну, процессы не все по душе, грубо говоря, да, а вот создать что-то свое, и вот эта идея меня давно посещала, и сейчас она доходит до реализации, когда вот именно работа с землей, с природой и одновременно и духовной практики тоже. А что делать, если душа мечется, если она хочет и того, и этого? Как понять? Я думаю, медитация, да? В плане медитации тоже, как бы, у меня возникает страх. То есть, страх просто сойти с ума, то есть, вот такое состояние. Да, то есть, куда-то впадаешь и просто теряешь контроль, вот этот страх, вот этот, очень, ну, потом какие-то там круги появляются и вообще фиолетовые свечения и так далее, в таком полусонном состоянии, да, вот это. И душа в таком состоянии, что, птичка в клетке, да, грубо говоря, она хочет, вроде ей нравится и вот это, и вот это, то есть, немного чего хочется, но где, где вот это то, что действительно первоначально, да, то есть, может, душе надо много чего, почему нет? Ну, понятно, я поняла, что душа, как таковой миссии, это нету, да, послушав вас, да, что душа, она есть, вот, но все очень индивидуально, то есть, ну, как сказать, если я начну вот свою схему, как у меня идет, да, жестко проецируешь, вот только так, вот, там у всех вот одно, всем медитировать по пять часов в день, то есть, это будет не совсем правильно, потому что все очень индивидуально, и я стараюсь, как сказать, по минимуму вмешиваться в чужие процессы, но скорее, как сказать, создавать условия, чтобы они происходили, а какие уж они там у кого пойдут, тут возможно множество вариантов, но я бы сказал так, что мечется не душа, а психика, психика, она постоянно куда-то мечется, душа-то знает, что хочет, вот, другое дело, что среди своих метаний психика, она не всегда это чувствует, а чтобы прекратить метаться, нужно как-то вот именно навык успокоения, спокойствие, а чтобы это спокойствие возникло, нужно, как сказать, пройти сквозь страх, других вариантов нет, а пройти сквозь страх можно только, пойдя ему навстречу, других вариантов я не знаю, вот, либо можно ходить там вокруг да около, там какие-то вот аутотренинги, грубо говоря, то есть не касаться вот именно той глубины потусторонней, но просто так немножко навести порядок в уме за счет неких психологических техник, в принципе, тоже допустимо. Вот, то есть здесь, как сказать, у каждого свой путь, у каждой психики некие свои ключи, и если она слишком беспокойная, нужно больше заземления, вот, потому что подвижность психики это вот гиперактивация верха часто и недостаток низа, то есть нужно, грубо говоря, а вы каким-нибудь спортом занимаетесь? Йогой, если это спортом. Йогой. Ну, йога хорошо. Я понял. Я думаю, вам лучше идти через тело тогда, сосредоточиться на теле, не на каких-то там непонятных, а вот именно, вот йога для вас, я думаю, самое-то, то есть, и как я понимаю, душа не сомневается, что йога ей нужна, да? Ну, и все, и успокойтесь на этом. Занимайтесь йогой, остальное так, для общего сведения. И когда наступит некий момент качественного сдвига, вы просто почувствуете, что прям потребность возникнет, некий следующего шага. А когда, вот есть этот страх, неопределенность и так далее, вот йога это хорошая штука в том плане, что там работа идет и с психикой, и с физикой, если при правильной концентрации, дыхании, там, сочетание с движением. Нужно просто отдаться этому и все. Ну, потеряете, вы каждую ночь теряете контроль, лежите как трупы. Неужели не привыкли еще? Спать-то не боитесь? А почему-то в шавасе, и во сне-то, я думаю, не только фиолетовые круги видите, много чего, еще здесь-то такого особенного. Так что здесь надо просто понять, что ничего такого нету страшного в этом. Ну да, что-то новое. Да, вот. Просто это страх, сойти с ума. Ну, а если представишься, ты сошел с ума. В принципе, отдастся и успокоится. Отдастся и успокоится, да. На самом деле, сойти с ума не так-то просто, многие пытаются. Многие не замечают. Многие, да. Ну, как пойдет. Скажите, пожалуйста, вы говорите про сон, уже несколько раз. Вы делаете, когда вы распылили какие-то практики с осознанной сновидениями, вырухами, фазами, все по-разному это называют. Я понял. Одно время я очень активно практиковал осознанные сновидения, потому что это была первая практика, которая у меня пошла. Как раз вот я пришел в школу магии Атлантиды, я ничего не чувствую дуб-дубом, думаю, что делать вообще. А там я послушал, людей, которые там уже в школе находились, я вот облака разогнал, у меня что-то чакры там, вот когда я ничего не чувствую. И тут я прочитал Кастанеду про осознанные сновидения. Еще Алексей Бухарцев меня вдохновил. Он, кстати, через него вот я Кастанеду, на Кастанеду-то и вышел. Вот он мне рассказал, что есть такой Карлос Кастанеда. И Борис Моисеевич тоже о нем рассказывал, но когда Алексей рассказал, мне как-то уже дошло. Я почитал про осознанные сновидения и думаю, вот, вот это вот классная тема, спишь как бы правильно, вот мне как раз подойдет. И я в какой-то момент дошел до состояния, что я начал осознанно сновидеть, вот, в том числе прошел ряд врат сновидений, испытал кучу разных интересных состояний. Главное, но главное, что для себя я вынес из этих вещей, что я не тело. И это уже прямой опыт. То есть это не какая-то концепция о душе, я просто вижу, что я не тело. Поэтому я работал сторожем в магазине, очень располагающий к осознанным сновидениям профессии. Потому что долго спать нельзя, то есть ты должен как бы полуспать, так вот, как бы, и в итоге вот на этом состоянии, когда ты так вот вроде спишь, а вроде и нет, очень странные вещи были, помню. Я раз так что-то прикорнул, потом, а, просыпаюсь, блин, так, надо обход же делать. Иду по подвалу, там, значит, открываю дверь там в одной из комнат, а там раз, какой-то дом, в окно видны горы, я думаю, а, так это же я во сне. Вот, это я в осознанном сновидении. Вот. Значит, ну, в какой-то момент у меня это, я утратил мотивацию этим заниматься, потому что я ощутил, что, ну, вот я сновижу и как-то вот, ну, не знаю, пропала мотивация. Но иногда бывает спонтанно. Но обычно, как, если раньше я там полетать, походить сквозь стены, там, еще что-то там поделать, повоздействовать на ситуацию, потому что во сне, если ты в осознанном сновидении, слова, которые ты говоришь из этого состояния, не обладают особой силой. Я помню, был такой еще один из показательных случаев, осознал я себя во сне, думаю, так, а вот интересно, если я сформулирую намерение найти источник энергии силы сновидений, чтобы сновидеть всегда, потому что каждый день не получалось, энергии не хватало, а так где-то пару раз в неделю, вот, и я начинаю во сне орать, что вот хочу источник энергии сновидений, и, значит, картинка начинает плыть, я куда-то лечу, в общем, какой-то движуха, хочу источник энергии сновидений, раз у меня листочек в руках, с каким-то сложным, я так, хочу источник энергии сновидений, раз у меня листочек в руках, на ватке, и там какой-то сложный рисунок, как бы, и, в общем, так и не получилось, вот, я потом пробовал рисунок нарисовать еще наяву, но он что-то, как-то он был слишком сложен, чтобы я... Да, но иногда возникает дополнительные всякие интересные состояния, то есть спонтанно, то есть я не ставлю специально цель, но сейчас, вместо того, чтобы там чем-то заниматься, я просто останавливаю мысль, там же, то есть там же я продолжаю медитацию, да, то есть я вот медитирую на его, потом во сне так, о, так, осознался, хорошо, останавливаю мысль, там это работает гораздо круче еще, то есть штырит сильнее, помню один из таких моментов, относительно недавних, буквально, значит, заснул я, и раз осознал себя во сне, думаю, что бы поделать такого, ну-ка, поработаем-ка с молитвой, как интересно работает молитва в сновидении, потому что в сновидении все, что идет от разума, оно во много раз сильнее, раз читаю молитву, что-то как-то вообще никак, думаю, а вот попробую-ка я сделать еще одну технику, что вот если вот, представить, что вот за дверью ты увидишь там определенное место, открываешь эту дверь, и ты его действительно видишь, открываю, не работает, думаю, ладно, тогда помедитирую, и только я захотел остановить мысль, тут же все рассыпалось, вся картинка сна, я вешу в пустоте, черной, где-то чувствуешь, у меня где-то тело, начал я чувствовать, но в то же время, как сказать, я в него еще не включился, а вот как-то вот такое очень объемное состояние, когда я не в теле, и в теле, и вообще непонятно где, и какая-то вот многомерность какая-то, висел я в этом состоянии, висел, потом проснулся, и потом у меня несколько дней было ощущение, что у меня дырка в макушке, почему-то как разрез такой, и сквозь него космос черный какой-то, это я чувствую, вот, то есть если во сне я вдруг себя осознаю, я обычно медитирую, и по-разному бывает, бывает, что просто висишь в неком благостном таком состоянии, пустотном, иногда свет какой-то, иногда там, что-то события какие-то, бывает, я бы сказал, сны силы, так называемые, когда это не просто сон, а через подсознание приходит какая-то информация, бывает, что я задаю какие-то вопросы на ночь, чтобы через сон ко мне этот ответ пришел, и бывает такое. Один из моментов таких интересных, как-то решил я задать вопрос, а вот куда попадают души после сансары, вот, и обратился к высшему я, говорю, вот высшая я, покажи мне во сне так, чтобы я понял и запомнил вообще, какой мир есть, вот там вот высший, и мне снится сон, обычный, неосознанный, что я живу на какой-то подземной радиоактивной помойке, вот, значит, и я ищу портал, в высший мир, и, значит, в конце концов нахожу такой светлый портал, а тут возникают какие-то светлые существа, такие же светлые, говорят, нет, ты туда не пойдешь, там, наблюдатели нам тут не нужны, и портал исчезает. Вот, и я и думаю, как это понимать теперь, то есть, что вот некая позиция состояние, что побывала два раза в клинической смерти, и вот после второго раза она вот вошла в некое состояние взаимодействия с какими-то высшими силами, то есть с духом, или там с мастерами, вот, и пришло к ней осознание, что вот если она будет продолжать лежать в больнице, то как бы ни к чему хорошему это не приведет, и она сказала, что мне нужно в горы, в одиночество, вот, и тогда я смогу себя излечить. Ну, и, соответственно, как сказать, для врачей, и там, клиники серьезно, это был не аргумент, вот, ну, к тому времени и родители, как я понял, они там уже потратили все, что можно на лечение, там, везде, где только это возможно, но мама, она все-таки прислушалась к мнению дочери, поругалась со всеми и отвезла ее там подальше, куда-то, и в итоге Лина, она вот, находясь в каких-то своих состояниях, что-то в ней изменилось, и раз, эта болезнь прошла, вот, и никто не знает, как она появилась и как она ушла, но вот после этого у нее появился учитель на том компоненте, она стала контактером, то есть, и учитель этот, или учителя, они вот ей передают некую информацию, именно, что касается тела человека, генетики, там, каких-то генов, и неизвестных аспектов вот этих вот моментов, некая информация ей приходит. И вот она говорит, что вот есть 12 фантомных генов, так называемых, что, значит, есть вот те гены, которые активированы, а фантомные, те, которые в потенциале существуют, но не активны. и, значит, она в результате своих практик активировала один из 12 себе. Вот, это изменило ее вот эти вот внутренние железы, и тимус в частности, вот тимус, он у взрослых людей атрофирован, только у детей он активен, а у нее вот по результатам исследований, опять же, медицинских объективных, он активировался, то есть почти, ну, как у ребенка практически. Вот, и дальше, как бы, она поняла, что она может вот эту тему, то есть информацию, которая через нее пришла, она может и другим, но не всем, потому что эти все штуки, они, как сказать, сопряжены с разными трансформациями человека, которые не каждый может пережить нормально. Ну, или может просто не это не активироваться. И вот мы, как бы, узнал я все обо всем, там от Дмитрия Лапшинова, он первый попал к Элине, вот, значит, из известных мне там знакомых, по крайней мере, людей, вот, то есть она ему там что-то активировала, и он, говорит, а вот показал мою фотку и спросил, а вот его можно? Говорит, а вот его тоже можно. Вот, и в итоге я, а я спросил про Леха, а Алексея Бухарцева тоже можно? А его тоже можно. Ну, еще я спрашивал про несколько людей, там их нельзя, говорит, нет, типа им не надо. А вот нас с Алексеем можно. И выглядело это как некое воздействие, но такое очень легкое, то есть я не ощутил какого-то прям мега влияния, вот, но что-то поменялось. Вот, а дальше, а? Ну да, вот, там дальше главное, то есть вторая часть, это практика, когда ты сам концентрируешься в центре груди, ну, кстати, к этому я пришел, и чуть-чуть раньше я начал работать с сердцем как-то так, по-своему, интуитивно, и тут как раз эта ситуация с Элиной, активизация вот этого уровня, значит, и через нее вот пришел какой-то такой импульс интересный, который мне понравился, в целом, ну, я чувствую какие-то изменения, но не знаю, что там, я не обследовался физически, вот, что там у меня с телом стало, вот. А активизм надо вам? Ну, не знаю, по идее он должен, как сказать, проявиться по-другому, то есть вырасти. А можно сказать еще о вашем отношении к ее практикам, то есть она же вообще категорически по-связиализации всякие, даже и говорит что-то, в общем-то, получается, игры разума, а не медитация, если мы что-то себе представили. Прекрасная идея. Ну, какие-то слова, то есть я не... Так я тоже, мне... В этом мы, кстати, очень похожи, мы с ней общались тут несколько раз. Но, получается, медитация заключается в том, затыли, глаза и все. Ну, как? Ощущение, да, получается, у нее медитация как бы созвучна с вашей, то есть одинаковые методы? Я просто, вот именно ее, как она преподает, я не очень в курсе, я с ней только общался вживую, вот, с подробностями курса, как и что она делает, я не знаю, но в целом, впечатление мне понравилось, я ощущаю некую тоже резонанс. Сам-то я тоже не любитель визуализации, но я бы сказал так, чтобы удержать пустоту, это не закрыл глаза и все, если ты закрыл глаза и все, то у тебя картинки перед глазами, да? А вот, как сказать, сама сущность медитации, она заключается в том, чтобы выйти за пределы мыслеформ всех. И тут уже возможны разные методы, тот, который я использую, это метод созерцания, и тот, который в том числе я уже позже понял, используется многими другими традициями, когда перестаешь отождествляться с потоком мысли, то есть вот есть поток мысли, да, ты не можешь его остановить, но ты, по крайней мере, выходишь за его пределы и наблюдаешь движение мысли, как что-то внешнее по отношению к себе, а когда ты перестал с ним отождествляться, то это уже его ослабляет сразу, по умолчанию, но это концентрация, то есть это не просто ты закрыл глаза, ты вот осознанно отодвинулся от этого, и вот если ты удерживаешь эту позицию, то в итоге остается просто созерцание, и ты вместо мыслей получаешь вот это прямое осознавание, а дальше оно начинает углубляться, и еще дальше там двигаться, то есть идут разные уровни остановки мысли, потому что есть поверхностная какая-то болталка, есть более глубинные процессы, есть еще более глубинные, и в конце концов можно добраться до остановки я, то есть наше я, вот это вот отдельное, это тоже некое ментальное движение, и его остановка, по сути, это и есть выход на высшее я вот в более полном смысле, но это подобно смерти, потому что остановка я, это я исчезаю, вон как бы, так что сама суть, если говорить о том, что вот есть работа с образами, а есть работа с прямым осознаванием, вот мне прямое осознавание, самому близко, вот, но иногда вспомогательно, я пользуюсь какими-то образами, там, или, как сказать, аффирмациями вот этими, вот, но это скорее так, как фоном, а вот именно основное, как раз это и есть, пустота, то, что и Патанджали описал, что йога есть удержание материи мысли, это обличение в образы, но это определенные усилия, вот, так что, как раз нормально. Ну, если тоже можно ответить, а вот, какое ваше предназначение? Вы его как-то споммулировались, или оно у вас меняется, или это вообще не какой-нибудь именно вопрос? Соединение души и тела, проявление души в теле, а что касается, ну, деятельности, род деятельности, ну, может меняться, не принципиально. Сейчас я работаю там, учителем, ну, совершенно не факт, что завтра я не начну работать, я не знаю, земледельцем. Я уже работал сторожем, маркетологом, журналистом, грузчиком, вот, что не отменяет сути того, что я делаю, вот, соединяет с душой. То есть, иными словами, в моем понимании, предназначение, это не то, что ты должен, это не действие, это направленность, то есть, то, ради чего ты это делаешь. Потому что одно и то же действие, это мотивация, как бы я, одно и то же действие, совершенное с разной мотивацией, оно порождает абсолютно разные следствия. Даже духовная практика может тоже по-разному на нас влиять, та же медитация. То есть, если мы эгоистично стараемся себя возвысить и ради этого медитируем, то это одна ситуация. Если мы хотим соединиться с духом, то другая. Если мы хотим, не знаю, помочь всем существам, это третий ситуация. То есть, это будут вообще три разных практики, хотя внешне это выглядит как одно и то же. Так что предназначение, это вот, собственно, вот эта вот мотивация, как бы. Ну и дальше она просто преломляется через личность, а личность это, можно сказать, у каждого своя уникальная, и один и тот же человек, то есть, одна и та же мотивация может порождать вообще противоположные действия у разных людей, но если у них действительно одна мотивация, то они всегда поймут друг друга. Вот это я, кстати, чувствую единство вот с Алексеем, с Бухарцевым, что у нас одна мотивация, вот движение к высшему, а дальше как мы это делаем, очень по-разному. У него есть семья, у меня нет, у него то-то, у меня другое. Но вот именно на уровне мотивации, на уровне, можно сказать, предназначения или голоса души вот есть некий глубинный резонанс, а это нечто большее, чем конкретная форма деятельности. Некоторые понимают предназначение, что делай так, делай это. А я понимаю предназначение, как, грубо говоря, с чем сравнить. Вот есть, например, как сказать, у человека судьба испытывать голод, а вот съест он гамбургер или помидор, это уже нюансы. Вот деятельность это гамбургер или помидор. А предназначение это вот общее, куда ты вообще движешься. В процессе чего? В процессе, да. Жизни хватит? Не знаю. Главное, чтобы процесс нравился. Я понял. Потому что хватит жизни, не хватит, не знаю. Сложно прогнозировать. Потому что если нравится процесс, это уже не так важно. А когда ты с душой соединяешься, это кайфово. То есть с каждым шагом тебе больше гармонии. И интересное наблюдение у меня, то есть я общался с некоторыми людьми, они говорят, с возрастом как-то тяжело жить становится. Мне наоборот. Я не хочу в детство возвращаться вообще. Мне говорят, а не хочешь, ты не скучаешь по школе? Я говорю, не, 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 не надо. Вот. То есть я ощущаю, что вроде как я уже к пенсии двигаюсь, но жить как-то мне все лучше. То есть вот это по внутреннему ощущению, и даже само ощущение приближающейся смерти, в том числе, оно не внушает мне безнадеги. Вот это я считаю особенностью именно движения навстречу. То есть я в процессе. А на каком этапе этого процесса, это уже, как сказать, зависит от системы координат, от ума, от эго. Да, вот я уже там продвинулся, как бы, или еще не продвинулся. То есть когда вот есть это беспокойство, это уже, как сказать, помеха процессу. Да, конечно, результат должен быть. Было бы глупо. Скорость у всех разная, и поэтому... Это верно, да. Но... Если не судят, что жизни не хватит, точно нет. Ну, кто знает. Вот. А еще подождите секунду. А КЛАС поможет скорость? Кому как. Да. Кто-то сразу умирает там. Вау. Кстати, это тоже увеличение скорости. Вот. То есть... Ну, вот. Я бы сказал так, что... Скорость. Хочет же мерить. Да. То есть человек, который, я не знаю, где-то я видел такую прикольную карикатуру, человек затормозил на краю пропасти, и там много колей, там куда-то идуешь. Многие меня обогнали. Ну вот. То есть, если ты движешься быстро, это еще не значит, что... Лучше медленно, но верно. Лучше 10 жизней, но в правильном направлении, чем один год в неправильном. Вот. А? Да, вот буквально, когда... 14 сентября прилетел я Скайласа, эта поездка, она была богата на всякие новые ощущения. Во-первых, меня сначала не хотели пускать на 9-й раз или там на 10-й что-то как-то стало им подозрительно, что китайцам, почему это я езжу все время в одно и то же место, не веду ли какую-нибудь пропаганду антинаучную против коммунизма, там, за буддизм или что-то в этом духе. Ну, это не было озвучено там напрямую, но тем не менее. Обычно мне визу давали просто сразу. А тут вдруг что-то как-то вот потребовали сначала дополнительных сведений, кто я такой, там, каких-то справок. Потом, значит, этого все равно оказалось недостаточно, и в посольстве сказали, что я должен лично приехать из Крыма в Москву для собеседования с послом, после которого он выдаст окончательный вердикт, можно мне туда ехать или нет. Ну, я прилетел, мы поговорили, довольно короткая беседа. Он убедился, что я не священник, потому что почему-то вот их волнует, что вот всякие религиозные деятели, они настораживают. И в итоге мне все-таки дали визу, приехал я на Кайлас, и я бы сказал, в этот раз, в этой поездке было очень много знаков всяких трансформаций, то есть думаю, что это не зря и для меня, и для остальных участников, но в целом очень позитивно. я уже который раз туда еду, у меня там гиды чуть ли не все знают уже, в Дорчене там тоже знакомые лица местных некоторые. И встретились мы с группой людей, с которыми вот я один раз ездил тоже на Тибет, они ездили вместе со мной, но на этот раз они поехали с другим гидом, немножко по другой программе, но мы с ними все равно пересеклись. И у них в группе прям суровые события, один человек умер от горной болезни. Но там, как рассказывали, он сразу начал как-то очень активно себя вести, что в горах крайне опасно. То есть, когда ты выходишь из самолета сразу на большой высоте, главное не совершать резких движений. А он как-то, как я понял, вел себя очень активно и это оказалось слишком круто. Вот. Ну, у нас вроде все выжили. На самом деле, Кайлас такое место, вот сколько раз я туда езжу, каждый раз не знаю, с чем столкнусь. Во-первых, не знаю, доедем или нет. Первый непредсказуемый фактор, это решение вот именно китайского правительства, которое может просто решить закрыть Тибет. Вот. ну, конкретно Кайлас. То есть, ты можешь прилететь в Толицу Тибета, а вот до Кайласа дойти может уже и не получится. Такое бывало. Вот. Второй непредсказуемый фактор, это всякие природные условия, потому что некоторая группа остановила там землетрясение, которое было вот в Непале, засыпало дорогу там и так далее. Или бывали снежные всякие бураны в июле. Бывало и такое. большие высоты на перевале там 5-700, поэтому при определенных условиях это может произойти. никогда ты не знаешь, во-первых, доедешь ли, во-вторых, выживешь ли, и в-третьих, пройдешь ли коров, потому что тебя может что угодно остановить, какие-то факторы, всегда много неизвестного. Поэтому я вот так всегда с уважением, настороженностью. И часто бывает так, что на пути в Тибет, вот я думаю, встречаюсь со всякими этими геморройами, препятствиями административными, думаю, нет, все, последний раз, последний раз доезжаю, там так классно, думаю, нет, надо будет еще вернуться. И так уже несколько раз. То есть я порываюсь прекратить туда ездить, то думаю, что, то есть был период, когда я просто ездил, вот мы с друзьями ездили, я не возил группу вот именно как в качестве работы. И тут возможность такая у меня, значит, прекратилась чисто финансово, потому что сейчас требуется много в том числе денег на то, чтобы сделать домик. Вот, я думал, что у меня денег много, но когда я начал строить домик самый простой, я понял, потому что у меня их нету вообще. Вот, все просто сразу, думаю, ну, наверное, на Кайласа не буду. И тут мне как раз предложение, говорит, а вот не хочешь ли этой группы повозить? Думаю, Тибет, видимо, видимо, как сказать, Тибет не против моего визита. Ну, ладно. Потом встречаюсь со всякими препятствиями, думаю, нет, наверное, уже нет. но все-таки дубы не последний раз. Я там. Вот, погода была хорошая, несмотря на прогнозы. потому что нам прогноз... Ну, мы ехали на Эверест, я помню, и по прогнозу там дождь вообще, там, в общем, а там, кстати, сезон дождей, вот как раз. Ну, он заканчивается где-то в конце августа, как раз в начале сентября, ну, там на грани мы были. Вот. И мы вот подъезжаем к Эвересту, и у нас по прогнозу там просто ливень должен быть. Ну, думаю, нет, не надо нам ливень, значит, и я так помедитировал, попросил высшие силы, пусть все будет хорошо. Ну, приезжаем, вроде нормально. То есть, ну, непонятно, то ли прогноз неправильный, тут никогда не это самое. Не проследишь однозначную причину следственную связь, вот. Но нам повезло, скажем так, вот на Эвересте есть хорошее место пещера Падмасамбава. Падмасамбава – это великий мастер тибетский, который в свое время принес буддизм в Тибет. Вот. И он один из немногих, кто реализовал тело света в полной мере. В буддизме существует несколько уровней реализации радужного тела. Первый уровень – это когда в момент перехода, то есть, в момент смерти тело уменьшается до размеров маленького ребенка. Второй уровень – это когда тело остается только волосы и ногти. И высший уровень – когда не остается ничего вообще. И вот Падмасамбава он реализовал высший уровень, то есть, когда он в момент смерти перешел в радужное тело, и от него вообще ничего не осталось. Вот. И есть много пещер, которые считаются местом его медитации. Но не знаю, насколько там все ли они из них действительно или там уже где-то добавили. Но вот эта пещера возле Эвереста, я чувствую, там есть нечто реальное 100%. И ради нее в том числе мы туда ездили. Ну и плюс адаптация к высоте. Было в нашей группе там плохо некоторым людям. Но ничего. Причем было в момент какой-то одному так плохо, что думаю, так, наверное, надо его возвращать. Потому что как-то вот эти все смерти в других группах как-то меня насторожили. Думаю, так, ладно, лучше мы уж там как бы немножко что-то куда-то не доедем, но все выживут. Ну ничего, оклемался быстро. Вот. Так что. Вот. И, соответственно, вот мы в пещере этой помедитировали и кору прошли. Ну, внутренняя кора, вот есть внешняя кора, она вокруг Кайласа, на достаточно таком приличном расстоянии от него. Есть внутренняя, когда можно подойти прямо к самому Кайласу, и там есть в его стене естественная пещера, углубление, и в ней 13 чертенов, это как такие ступы вот с останками святых, по-моему. Вот. Значит, но там маршрут более жесткий еще, там умирает еще больше людей, и китайцы ее просто закрыли, потому что когда кто-то умирает из иностранцев, ну, это по дипломатической линии это сложности, скажем так, как труп отправлять, там, как документы оформлять. китайцы решили, видимо, прикрыть эту тему, ну, и так, и себя обезопасить, и людей, в этом, наверное, что-то есть. Вот. И мы решили закон не нарушать, и не лезть туда, потому что как-то меня, как сказать, знаки смерти насторожили. Но в то же время это признак какой-то трансформации, то есть я ощущаю, что вот в очередной раз я изменился после Кайласа, добавилось какой-то легкости, какой-то груз кармический я очередной там оставил вместе с ноутбуком. По пути я забыл ноутбук в аэропорту, в общем, в Арабских Эмиратах, там где-то на пересадочной, так сказать, станции. Вот. Еще по пути на Кайлас. Ну, думаю, слава Богу легко отделся. Я всегда так, когда теряются какие-то вещи или что-то там, я думаю, слава Богу, не здоровье и не психика. Вот. Отделался, так сказать, по мелочи. И на Кайлас, когда я езжу, я всегда что-то теряю. Но чтобы ноутбук это такое впервые. Ну, я первый раз с собой его туда и повез. И, пожалуй, единственный. Больше ну, да, я думал, вот возьму ноутбук, буду там по пути еще что-нибудь там мысли как антюмные я сразу напечатаю. Но на ноуте удобнее, чем там ручкой писать на листке или там это. Вот. Видимо, не надо было мне ничего записывать. Напишу потом, как обычно. вот. И, соответственно, вот группа наша была довольно большая 20 человек. Ну, я 21. Почти как 22 аркана. 22 гид. Значит, и... Гида в дураки, да? А? Гида в дураки? Может, наоборот, первый аркан. Дураком был я последним. То есть, я шел с последним человеком, чтобы он дошел. Вот. То есть, гид впереди, он первый, а я 22. Значит, гид, он там бронирует всякие гесты, показывает, куда там надо идти, тем, кто идет быстро. А я иду с последним. Если кто-то отстает, я всех подбираю, значит, чтобы все выжили, там дошли и так далее. Вот. И... В итоге мы все дошли, да. Слава Богу. Я так поняла, что вы каждый год все-таки планируете, по крайней мере, я... Я думаю, что на следующий год все-таки я поеду. Несмотря на то, что на подходе в этот раз думаю, нет, все, последний раз. Столько там напрягов, надо было ездить в Москву, там что-то, какие-то документы оформляться, столько суеты. А в этом раз и отпустила. Как вы знаете, да, вот особенно волей-неволей приходится следить за вашим передвижением. Волей-неволей приходится. Я тоже хочу не следить, а приходится. потому что стало интересно, допустим, вашей новой точкой зрения или что-то новое, то, что вы для себя, допустим, открыли, это тоже очень интересно, поэтому вопрос стал тоже, вроде, хочется в Тибет, как-то это было уже года три назад, и постепенно, постепенно подхожу к тому, что рано или поздно я с вами поеду. Интересно, может быть, может быть. На самом деле, вот я, когда первый раз собрался на Кайлас, я собирался несколько лет. И в итоге, когда я собрался, я еще и на самолет опоздал. Это был первый, единственный раз, когда я вообще опоздал на самолеты, но тем не менее, да, первый раз был трудный. А потом уже ничего, привыкаешь. Давай небольшой, особенно, когда я был с таким человеком, как вы. Благодарю. Могу? Да. Скажите, пожалуйста, что можно там глобально делать, что невозможно здесь делать, допустим, кроме как умереть? У меня нет рационального объяснения, если честно, почему так вот меня туда тянет. Я бы сказал, что я бывал во многих местах, и, кстати, Байкал, и в частности остров Ольхон, по ощущениям, по энергетике, похож на тебе чем-то. Но там, не знаю, во-первых, высокогорье само по себе, если брать чистую физику, на высоте 5 с лишним тысяч метров, мало где на земле можно находиться долго. Например, если Эльбрус, то тут условия на этой же высоте более суровые, там особо долго не посидишь. А там на больших высотах какие-то излучения, видимо, не знаю, помимо ультрафиолета, которые тормозятся в нижних слоях атмосферы, но в верхних там что-то в любых горах, как минимум. На Кайласе плюс к этому еще какая-то составляющая самого места, так же как на теле человека есть биологически активные точки, там идут более мощные процессы, чем в остальных местах, вот чакры, например. Так же, я думаю, на планете Земля тоже есть особые точки, которые по силе примерно как чакры на теле человека. И сам факт нахождения в этом месте уже что-то меняет. Но есть люди, которые там просто живут, я бы не сказал, что они все просветленные, но здесь уже зависит от того, насколько ты вообще с этим резонируешь, с этим потоком. Потому что, скажем, где-нибудь, я не знаю, на уровне анахаты чакры там есть как бы сознание какое-то, а есть клетки, которые там своей жизнью живут, но все равно это как-то на них какой-то отпечаток накладывает или там маджина какая-нибудь. Так же на Земле вот это место Кайлас, оно обладает какой-то особой энергетикой. Есть другие места, которых тоже мощные места силы так называемые. Я ощущаю, что вот мой внутренний процесс, он от нахождения там, он усиливается в хорошем смысле слова, то есть что-то я отрабатываю. Вообще сама по себе легенда заключается в том, что если обойти вокруг Кайласа сколько-то раз по разным источникам, то 13, то 108, то ты, соответственно, освобождаешься вообще от всей кармы. Ну, не знаю, как насчет всей, но вот я чувствую именно освобождение какое-то, когда я там вот именно куда-то еду, на какую-то гору там хожу вокруг нее, почему бы не ходить вокруг чего-нибудь другого, но почему-то вот я чувствую, что в этом есть смысл для меня конкретно, ну и не только для меня, то есть вообще гора это священное место трех религий. Бонн, буддизм, индуизм считаются обителью богов, вот, один из порталов в небесный мир, высший, ну или в Магонию, как говорят, в Атлантие. Ну и я действительно чувствую там некое высокое сознание, хотя оно есть и в других местах, но немного под другим углом, с другими качествами. Вот Алтай мне тоже понравился, очень, я был возле Белухи, прям, я в восторге, просто. Вот, вот Алтай, Байкал, вот, тоже мне очень сильно резонирует. А Аркаим? Аркаим не очень, как-то, честно говоря. Я вот бывал там, ожидал я чего-то там, ну, не мое место, да, то есть, и вопрос личных резонансов, конечно, тут играет роль сильная. ну, со мной Аркаим как-то меньше резонирует. Вот, альхон больше с этим, с Алтаем. Ну, и вообще, вот, любые горы, в этом что-то есть. Помимо, вот, именно физического какого-то преодоления, и вот, кислородного голодания, которое тоже добавляет глюков всяких разных, вот, есть и вот нечто большее в этом. И альпинисты, которые вот туда лезут, я думаю, что они лезут в том числе и за этим, может, не вполне осознанно. Вот. Не всем это нравится, опять же, дело вкуса. Кто-то в лес идет, кто-то в город, торговый центр вместо силы, ну, а кто-то в горы. Я, видимо, если бы я занимался каким-нибудь спортом активным, я бы, наверное, был альпинист. 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 Альпинист.